Рынки начинают постепенно выходить из праздничного состояния. В этом им помогает первая за последние пару дней американская сессия и макроэкономические данные из США. Волатильность довольно сдержанная, тем не менее на рынках хорошо прослеживается повышенный интерес к риску. Неопределенность касательно торговли и Брекзита несколько снизилась. Отношения Японии с Китаем и Южной Кореей тоже демонстрируют признаки улучшения. Трейдеры с оптимизмом ждут объявленную Дональдом Трампом церемонию подписания первой фазы торгового соглашения. Этот фактор должен поддержать аппетит к риску в дальнейшем. Защитная иена на этом фоне теряет в цене в паре с долларом. Она снизилась на 0,2% впервые за четыре дня. Тем не менее американскому доллару вряд ли удастся продолжить восходящую динамику по отношению к японской валюте. Это связано с тем, что трейдеры, как правило, не хотят удерживать большие позиции в конце года, когда рынок имеет тенденцию к резким колебаниям. По мнению аналитиков, переход пары доллар-иена к диапазону 110-115 возможен только в том случае, если американцу удастся пробить и зафиксироваться чуть выше отметки 110.00. Американскую сессию пара начала с еле заметного снижения на уровне 109.58. Индекс доллара открыл сегодняшние вечерние торги на отметке 97.67 с намеком на снижение. Информационное поле практически пустое, поэтому трейдеры заняли выжидательную позицию и не предпринимают активных действий. Отсутствие динамики, вероятно, продлится до поступления новостей от мировых центробанков и со стороны администрации президента США о начале переговоров по второй уже фазе торгового соглашения. Сегодня трейдеры проследят за статистикой по количеству первичных обращений за пособием по безработице в США. Канадский доллар в паре с американским конкурентом по-прежнему торгуется в рамках торгового диапазона. Верхней границей сопротивления все также выступает отметка 1.3172. Покупатели дважды протестировали этот уровень, но пробить его так и не удалось. В ближайшее время можно ожидать еще одной попытки теста. В случае неудачи цена пары USDCAD, как ожидается, направится к нижней границе диапазона 1.3141. Выход курса пары за пределы 31 фигуры в условиях вялой после праздничной сессии маловероятен.